Игорь Иванович, как вы считаете, может ли быть повышение антилл-ХГЧ в два раза, причиной отсутствия имплантации эмбриона или остановки рост ХГЧ на совсем раннем этапе и, как следствие, невозможность нормальной беременности? Значит, смотрите, снижение роста ХГЧ является признаком того, что остановилось развитие беременности. То есть, если развитие беременности остановилось, начнет снижаться ХГЧ, начнет снижаться прогестерон. Основное действие ХГЧ — это поддержка работы желтого тела. Если у вас во время беременности нормальный уровень прогестерона, то, соответственно, эти антитела никакого вреда вашему организму не делают и развитие беременности продолжается вполне адекватно. Если у вас не хватает прогестерона, его можно добавить экзогенным лекарственным назначением у Тржестана. Это бывает нужно крайне, редко. В подавляющем большинстве случаев, когда мы видим повышение антител к ХГЧ, мы видим, что эти антитела растут параллельно с уровнем самого ХГЧ и при этом никакого вреда развитию беременности нет. Те попытки создать антитела к ХГЧ как фактор профилактики беременности, то есть как фактор контрацепции, как метод контрацепции ни к чему не привели. И, собственно говоря, вот эти искусственные попытки попытаться нарушить этот процесс тоже ни к чему не привели. Поэтому, я вам честно скажу, у меня отношения как к антителам ХГЧ, так и к антителам к прогестерону, антителам к эстрадиолу очень и очень и очень скептически. Я не хочу на эту аудиторию, где присутствуют наши пациенты, выливать какую-то научную дискуссию, но я считаю, что это какая-то глубочайшая архаика, которая продолжает почему-то существовать в нашем отечественном акушерстве. И чем раньше мы от этой архаики уйдем, тем будет лучше для наших пациентов, которые не будут получать ненужной абсолютной терапии.